Всем привет! Меня зовут Марья Сергеевна. И сегодня сбывается моя самая заветная мечта. Я очень давно интересуюсь стендапом, но все никак не могла познакомиться с ним поближе. Я все ждала, что он сам сделает первый шаг мне навстречу, но стендапу, видимо, было хорошо и без меня. Но ведь так долго продолжаться не могло. Тем более, что я всегда в жизни делаю то, что я хочу. И это все началось еще с детского садика. В то время, пока все девочки ходили на горшок, я ходила в кусты с мальчиками. Ой, ну не подумайте ничего плохого. Мы в этих кустах строили шалаш. Ну как строили? Мальчики строили, а я наблюдала. И уже тогда я поняла, что работа моей мечты – наблюдать, как работают другие. В школе я продолжила быть целеустремленной. И как все девочки, я была влюблена в своего учителя. В моем случае это был физрук. Да, это сейчас физрук ассоциируется с брутальным Дмитрием Нагиевым. Нашего физрука с Нагиевым объединяло только отсутствие волос. Да, конечно, выбор странный, но сердцу не прикажешь. Как видите, для меня нет невыполнимых задач. Но стендап все-таки мне очень долго не покорялся. И я знаю причину. Это мой муж. Да, мой муж категорически против, чтобы я выступала со стендапом. Во-первых, потому что на написание шуток уходит очень много времени. Вот представьте себе. Дорогая, что у нас сегодня на ужин? Мой новый монолог. Но это же вчерашний. Дорогой, я добавила новые шутки. Попробуй. Хорошо. Только передай мне, пожалуйста, хрен. Ты считаешь, что мой юмор недостаточно острый? Да, моего мужа, конечно, можно понять. Ведь он работает продюсером. А если я стану популярной, то ему придется стать моим импресарио. А на это он категорически не может пойти. Потому что он слишком любит меня и ценит свои и ваши нервы. Он вообще считает, что у людей и так крыша без меня едет. А я со своими выступлениями внесу еще больший сумбор. Как вы видите, мой муж очень заботится о спокойствии россиян. Он защитник отечества. Истинный. Но есть еще один человек, который против моего увлечения стендапом. Это моя мама. Она вообще в нашей семье главный футуролог. И знает все наперед, чем это закончится. Как вы видите, я живу в идеальной семье. Где два человека поддерживают и понимают друг друга. Это мой муж и моя мама. И я этому очень рада. Потому что семья – это самое главное, что есть у нас в жизни. Жизнь начинается в семье. И, как считает мой папа, с появлением семьи нормальная жизнь заканчивается. Мой папа – это человек, который во всем меня поддерживает и дает ценные советы. Однажды он мне посоветовал, как найти спутника жизни. Да нужно просто знать, с кем спутаться. Тем более, что хорошие мужики на дороге не валяются. Они, как правило, валяются на диване. И мой папа этому подтверждение. Весь февраль он пролежал на диване и смотрел Олимпиаду. Я ему говорю. Папа, ну что ты там смотришь? У нас же даже флага нет. На что он мне ответил. Доча, запомни. Чем у русских больше всего отбирают, тем мы становимся сильнее. Ведь это истинная правда. Вон, французы когда-то спалили Москву. А через полгода наливали русским солдатам шампанское в Париже. Монголы. Триста лет собирали дань с русских. А теперь изображают японцев в Якитории. А все это потому, что когда-то наши русские мужчины встали и защитили наше отечество. А мы, их потомки, им безмерно благодарны. Ну и в завершении. В последнее время у меня появилось очень много знакомых. Среди суворовцев, нахимовцев, кадетов. А ведь они защищают главное, что есть в жизни. Добро, совесть, честь. И если это все защищать, то и отечество будет в безопасности. И будет мир. И будет много радости, веселья. И Марья Сергеевна сможет выступать в стендап. Аплодируйте. Улыбайтесь и аплодируйте себе. АПЛОДИСМЕНТЫ